Термоядерный приветик, с вами Playboy Атомный, это видео от 30.07.2020 и решил немного прокомментировать ситуацию в Беларуси, что сейчас происходит в Минске с оппозицией и прочее, и прочее. Сейчас в начале небольшое лирическое отступление, вот у нас Светлана Тихановская, объединенный кандидат от оппозиции, от белорусских националистов, поскольку других заблокировали за нарушение закона. Их сняли кандидатуры, поэтому сейчас белорусская оппозиция собирается голосовать за Тихановскую. Ну и подчеркивается, что это мирное движение, что это движение исключительно доброе, никакой агрессии, все мирно. Поэтому, собственно, если вы посмотрите на вот этого мужчину в зеленой маске, справа в видео, вы увидите его символы, сердечко, символ мира, кулак. Сжатый кулак. Похоже ли это на символ мира? Надо проконсультироваться. Вспомним давайте. Может, вот помните, был такой Ганди, мирное сопротивление. Может, у них был символом сжатый кулак? Нет. Нет. Ну и символ же оппозиции, вы знаете, да? Да, скачущий рыцарь, замахнувшийся мечом, готовый рубить людей. Вот. Это тоже символ мира. Может, у Ганди был рыцарь, который с мечом вот замахнулся, готов кого-то рубить? Может, это символ мира? Не, у Ганди такого не было. Давайте в другие мирные протесты. Хиппи в США во время Вьетнамской войны. Может, у них был кулак в виде символа? Или снова-таки рыцарь с замахнувшимся мечом? Нет, почему-то. Ну ладно, это все далеко. Это прошлое. Вот там Ганди, какие-то хиппи, мирные протесты. Давайте куда-то поближе и по-современному. Вот в Украине есть партия Шария. И у них тоже мирные протесты, да? И в этих мирных... Какой символ у партии Шария? Давайте посмотрим. У мирных вот этих людей. Может, у них кулак сжатый? Нет. Может, автомат? Нет. Может, замахивающийся кто-то там мечом, вот готовый рубить налево-направо? Нет. Шарик. Интересно. То есть, ни у одного другого мирного движения, кроме белорусских националистов, нет ни кулака в виде символа, ни бегущего, ни скачущего рыцаря с замахнувшимся мечом. Как интересно. Как это получается, что все остальные мирные движения в мире не имели таких символов? А белорусские националисты имеют. Но это все лирика, знаете. Символы это, в конце концов, не главное. Может, это... Ну, случайно получился кулак. Ну, может... Может, он не кулак замахнул. Может, он там на самом деле в руке держит... Я не знаю, что он может держать. Может, он там сердечко держит в кулаке. Вот-вот-вот сердечко спрятал держит. Возможно, да? Такой вариант. Давайте посмотрим дальше, что она будет говорить. Плачет. Верю, верю. С флажками все. В июле этого года меня зарегистрировали кандидатом в президенты Республики Беларусь. Но в тот вечер, вместо того, чтобы поблагодарить людей за поддержку и доверие, мне пришлось записывать видеообращение к силовым структурам. Так как в тот день не зарегистрировали двух сильных кандидатов, Виктора Бабарико и Валерий Цепкало, белорусы вышли на улицу выразить свое несогласие с решением ЦИК. И мирных людей били. Мирных людей забирали в автозаки. Мирных людей увозили в неизвестном направлении. Вот слушаю и верю. Давайте снова вернемся к опыту мирных протестов. Вот Ганди и его последователи били. Тоже увозили в автозаках. И они что делали? Они ничего, они никак не отбивались в ответ. Они никого не били. Они просто их увозили, их забирали, ничего не делали. А сами они никакой агрессии не проявляли. Теперь давайте перейдем к хиппи. Тоже их били. Там даже убивали часть из хиппи. К сожалению погибли. Вот. Может быть они взялись за оружие. Может они кого-то с кулаками пошли бить. Нет. Не били. Мирно терпели, их увозили все это. А протесты ставали больше и больше. И все это было действительно мирно. А теперь посмотрим видео мирных людей, протестующих 14 июля в Минске. Смотрим на... Вот тут есть в голубой рубашке такой мужчина. Смотрим. Вот ОМОН задерживает человека. Ну задерживать. Допустим, предположим, что несправедливо задерживать. Ганди бы, они бы стояли бы дальше, никак бы не реагировали. Еще бы задерживали, еще бы задерживали. Никто бы ничего не делал. А теперь смотрим, что здесь происходит. Вот смотрите, мужчина, видите, в серых штанах и голубой такой кофточке. Опа! Удар. Милиционеру. По жопе получается, да? Это мирно? Очень мирно, да? Смотрите. А вот теперь упал. Вот это ногами бьется. Это мирно? Человек себя ведет? Нет. Это совсем не мирно. Это агрессивное поведение. А теперь, смотрите, два милиционера задерживают одного, кто бил ногами милиционера. Удар ногами милиционера это преступление. Это уже сопротивление при задержании. Это преступление. И его задерживают. А теперь смотрим, что дальше делают мирные люди. Итак, вот мирный человек в сером. Видите, в сером таком свитере или, я не знаю, с серой кофточкой какой-то, в синих джинсах. И еще раз ударил по жопе милиционера. Блин, конечно, у милиционеров неприятная работа, вот когда их по жопе могут лупить. Вот. С ноги. Это, наверное, выражение тоже мира. Он просто хотел обынять. Обынять милиционера. Вот сказать, все мы люди братья, да. Теперь, а можете открыть видео хиппи, ганди, как они протестовали, шариевцы, как протестовали. Именно с полицией. Шариевцы никогда себе, вот если брать, давайте современные возьмем. Вот шариевцы выходили на протест. И там какие-то акции проводили. Они били милиционеров? Нет. Нет. Милиционеров они не трогали вообще никак. А что здесь происходит? Ну, а здесь мирные люди, совершенно, абсолютно мирные, просто хотели погладить ногой милиционера по жопке. Это уже какой-то гомосятина, я правда, попахиваю, но похоже вот так. Посмотрим, что дальше происходит с мирными людьми. Итак. Что? Мирных людей еще больше. Сколько их тут уже? Ну, около двух десятков, да? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать человек. Где-то, да? Пятнадцать человек на двоих милиционеров, это они подходят обнимать милиционеров, милиционеры не понимают, что их просто обнять хотят. Да? Вот это по спине лупит в белом, такой, да, к которому милиционер сейчас сразу подбежал. Это он просто, да что ж ты не даешь обнять, да, падла милиционер, да? Что не даешь обнять? Мы все мирные. Ну, смотрите, двадцатка, да, к двум подбежала. Двадцать на двоих. Замечательно подбежали, да? И вот мирные люди, и только еще четыре милиционера подошло, и что происходит с двадцатью мирными людьми? Что происходит? Они бегут, бегут без оглядки. Белогривые лошадки. Вот это типичное проявление белорусского национализма. То есть это агрессивные трусы, которые могут напасть в десятером, в двадцатером на двух милиционеров. А как только милиционеров становится шесть, то тут же они все уже бегут. Потому что все смелые, потому что все вот такие мирные. Ну, смотрим, да? Мирные люди. Видно, этот мир сразу видно на расстоянии. Ну, это мирного понесли, бедняжку. Вот сейчас, смотрите, тоже мирного человека уводят. Он не сопротивляется аресту. Нет, вы видите, он смиренно зашел, как Ганди. Как Ганди завещал. И как все хиппи, смиренно, не сопротивляясь, просто зашел в автозак, сказал, вот, я сам зайду, никаких вопросов. Да, вот вы видите, как он это все добровольно делает. Я вам комментирую, собственно, так, как говорят националисты, что все делают добровольно, то на самом деле он сопротивляется аресту, он пытается ударить милиционеров и убежать. Вот. А все это сопровождается, что мирный человек, который сотрудничает с милицией. Понимаете, вот такое вранье у белорусской оппозиции. Ну, давайте слушать дальше. А, не, вот еще мирные люди. Вот смотрите, задерживает милиционер, а вот этот заду мужчина, видите, в красных таких кедах, что он делает? Оба, он толкает милиционера. Что это? Он хотел обнять просто. Тоже мирно все. Все мирно. Блин, Ганди бы, Ганди бы сказал бы, что вы делаете, белорусские националисты? Это реально агрессивное нападение на милицию и агрессивное поведение большого количества людей. Вы видите, с другого ракурса уводят людей. В общем, вы увидели, насколько слова о мире, вот этой тихоновской, да, соответствуют действительности. И как интересно, что именно агрессивные символы сжатого кулака и скачущего рыцаря с замахом отражаются на агрессивном поведении реально вот этих людей, которые просто врут. нагло врут. Так, дальше. Я смотрела на милицию и ОМОН и думала, что вы делаете? Видите, что вы делаете? КАРСИН! 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 Сегодня утром была небольшая встреча в ЦИК, где нам обрисовали эту ситуацию. Нам сказали, что во время пикета будет налажена дополнительная охрана. Спасибо большое власти за это, что помогли нам в организации охраны этого мероприятия. Вот смотрите, какое лицемерие. Спасибо власти за то, что организовали. Власть действительно с ними нянчится. Если бы Лукашенко был бы диктатором, например, как Пиночет, Пиночет всех вот таких перебил. Перебил, и никто ему слова не сказал. И никаких митингов там никто бы не собрал бы, если бы был бы диктатор. Вот Пиночет был бы здесь у власти. Здесь бы вот этих людей всех перебили бы. Перебили бы на камеру, так бы, чтобы это было видно. А тут организовали митинг, заборчики, охранение сделали. Как-то нежно. Что-то, что-то какое-то... Знаете, если уж говорить, то Лукашенко это, наверное, самый нежный из всех диктаторов, когда-либо бывших в истории. Ну, а если по-честному, то, конечно, никакой не диктатор, а президент, который относится к вот этим лжецам и обманщикам весьма, весьма по-доброму. Даже снисходительно. Очень снисходительно. Но сегодня утром мне, глядя в глаза, высокопоставленные чиновники говорили, что для них самая главная ценность это человек, жизнь человека и судьба человека. И вы знаете, я на секунду в это поверила. Но когда я в обед узнала, что Сергею переквалифицировали статью на статью 293 подготовка и активное участие в массовых беспорядках и привязали этих боевиков к его делу. Вы знаете, вы говорили о том, что жизнь человеческая для вас важна, о том, что судьба человека для вас важна. И через пару часов вы ломаете судьбу человека. Не одного, судьбу всех политзаключенных, судьбу семей этих политзаключенных, судьбу всего народа. Смотрите, ну, она сказала, обращу внимание, да, по поводу того, что к нему, ему пытаются пришить организацию вот этих беспорядков в Беларуси. А вот это не беспорядки, что вы? Вот это, это не беспорядки. Это просто люди хотели обнять милиционеров и поблагодарить их. Да? Или это все-таки беспорядки? Конечно, это беспорядки. И это организовывает оппозиция. Собственно, она говорит, что не хотят организовать беспорядки. А вот мы видим наглядно беспорядки. Это же не ОМОН приехал в дома оппозиционеров и прямо вот в доме, они там сидели, чай себе пили в доме, и тут заломился ОМОН и начал их дубинками бить просто так, а не чай пили. Нет. Эти люди целенаправленно собрались, а потом начали нападать на милицию. Вначале скандировали разные агрессивные лозунги, провокативные сообщения, провокативные слова, а потом стали нападать и организовывать беспорядки. Вот, как по мне кажется, вот это и есть беспорядок. Не знаю, как вам. Вот это и есть беспорядок, и организованный беспорядок. Поэтому, конечно, оппозиция причастна к организации этих беспорядков. И все руководители оппозиции к этому причастны. Вот. А вы видите, как словам их верить после этого. Причем все эти видео сняты и показаны самой оппозиции. То есть их просто вместе показать и совершенно другая ситуация видна. Я только в страшном сне, наверное, могу представить, куда они еще могут привязать вот этих боевиков. Это так страшно. Нам сейчас поступает информация, что российские боевики из частных военных компаний бывали у нас часто. И что они использовали Беларусь как перевалочную базу. Вот посмотрите, поступает информация. Откуда это поступает информация? Покажите мне хотя бы одну новость уважаемого издания новостного. Допустим CNN, если Беларуси и России нельзя верить. Давайте CNN, давайте Deutsche Welle например, BBC. Покажите пожалуйста вот эти новости этих уважаемых информационных агентств о том, что боевики были раньше. Мое предположение, моя точка зрения, что она просто выдумала эту информацию и рассказывает что там какая-то информация. Кто-то им сообщил, кто сообщил. Ну вот например вот эта женщина подошла и сказала слушай боевики раньше здесь были. Они на кухне втроем посидели поговорили знаешь боевики раньше были. И она здесь выдает мне сообщили информацию что боевики раньше здесь были. это голосовное заявление и вообще-то за вот такое заявление публичное, которое не соответствует действительности, которое ложное заявление, конечно, необходимо притягивать за провокацию митингов, потому что все вот это ложные сообщения, которые формируют ложные убеждения у многих людей. Но с этим же надо разбираться. Если это так, то у меня вопрос, куда смотрели спецслужбы и почему они подняли эту тему прямо перед выборами. Вы знаете, я считаю, что с этими боевиками нужно разбираться отдельно, а выборы пускай проходят по закону. Никто не поверил и никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам, чтобы они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? А мы хотим честных выборов. Как причем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Честных выборов, никакой революции и вообще этих боевиков под выборы не могли завести. А вот это что такое? Давайте откроем. Ух ты, тактичная группа Беларусь. А ну-ка, чем они занимаются? Давайте-ка посмотрим. Тут музыка играет, вот включу, да, я не буду это, чтобы авторские права. Ой, бел, червоно-белый флаг, живи, Беларусь. А что это у них? Это, наверное, надувные оружия. Это, знаете, это не настоящее, это самое надувное оружие. Вообще, эти самые, знаете, водяные пистолетики. Водяные пистолетики. Да вообще, это просто фильм снимали. Вот фильм, никаких боевиков, националисты не готовят в Беларуси. Ребят, вы верите им? Вот смотрите, это, вот этот кадр вообще хорошо. Представьте, что вот это уже происходит в Беларуси. Вот что хотят националисты Беларуси принести в Беларусь. Войну. Войну. Смотрите, это мирные люди. Вот мирный человек просто, ну это, это зажигалочку подложили. Это не то, что настоящий противотанковый комплекс запускает. Нет, это просто, это постановка. Фотошоп прорисовали, да? Живи Беларусь, вот. Живи Беларусь, слава Украине. Чудесно. Ну что, продолжаем дальше. Они не готовятся, националисты, никаким боевым действиям. Что вы? Это просто так, случайно. Вот еще один человек с надувным автоматом. На самом деле это они отдыхают. Это, знаете, реконструкция сталкера. В кино хотят снять сталкер, только про Беларусь. А то украинцы снимают сталкера, а в Беларуси нету кино про сталкера. Хочется сделать свое собственное кино. Вот в бинокль смотрят. Да вообще, это, знаете, на самом деле мальчики играют у себя дома, в квартире. Вот устроили такую вещь, и флаг правого сектора повесили, и бел-червоно-белый флаг повесили. Мирные люди. А вот это вам может свои села посмотреть, агрогородки, и представить, что вот такое сделают вот эти бел-червоно-белые с вашими городами. в Беларуси. Селы в Могилеве вот так они устроят, в Гродно вот это они устроят. Хотите? Я смотрю, белорусам реально очень хочется устроить себе войну. В Украине же есть война, да? Почему бы белорусам стоять острень? давайте тоже вместе. В Грузии есть война, в Абхазии тоже, Армении и Абхазии. Почему? Ну, не хватает боевых действий. Беларусь тоже хочет, чтобы было боевое действие. Не знаю, если хотите боевых действий, вот все вот эти на митинге, почему-то они не ездят в Сомали. Вот взяли бы, купили бы себе билеты, поехали бы, купили бы себе хату в зоне АТО в Украине, да? Жили бы там, поехали бы, купили бы себе где-нибудь хату в Сомали, если вам так хочется. Нет, вы хотите многим людям устроить проблемы на ровном месте националисты. Давайте дальше посмотрим этих красивых ребят. А теперь послушаем, что они говорят. О, это один националист очень интересный, да? Вот. Канал МВД Беларуси. Задержали его. Сейчас послушаем, что он расскажет. Вещи, все с собой привезли какие-то вещи? Нет, не приехал. В майке, в этих джинсах. Да, во всем этом приятно. так, ну, штаны ниже колена. Так, значит, еще раз, фамилия, имя, отчество? Венчаров, Станислав Александрович. Попроще немножко стоим, руки опусти. Число, месяц, год рождения? 8 февраля 1996 года. Место рождения? Город Витебск. Место жительства? Смоленская, 5-3-24. Где находился в последнее время? В последнее время. До приезда в Республику Беларусь? В Украине. На Украине. Чем там занимался? Волонтерской деятельностью. Ой, а что это у него нарисовано на спине? Какие интересные националисты. Они не фашисты. Нет, а вот эта свастика и Вафен, Гренадин, что? Вафен? Да что ты? Символ СС. Это случайно. На самом деле он за Ганди. Это человек, который верит в идеи Ганди. Это этот самый индийское как оно называется? Колесо солнечное. Это никакие не нацисты. А немецкие надписи здесь чисто случайно. Чисто случайно. Итак, мы вернемся сейчас вот здесь. Мирные люди. Очень хочу прослушать. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? Мы хотим честных выборов. Как причем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? К нам боевики. Абсолютно ни к чему. Мы мирные люди. И мы хотим мирных перемен в нашей стране. Мирных перемен в нашей стране. Ну, давайте послушаем дальше. Мирные перемены в их стране. Так. Я решил для себя разом с хлопцами с белорусами организоваться у подразделов доброохотников, которые будут допомогать уже истинующим подразделам таких, как ЗСУ, правосекторах и так далее. мы с хлопцами собрались и поехали одразу в Маринку, где с Австралией в Донбасс, познакомились с хлопцами и они нас приняли. Они просто, понимаете, на самом деле эти белорусы поехали на экскурсию, пили компот, пирожочки, да танцевали, но они не участвовали в боевых действиях. Это просто мирные люди. Разве не могут быть в военном камуфляже на Донбассе. Это 100% мирные. Просто хотят прогуляться, цветочки пособирать в конце-то концов. И сказали великий дзяку и вам хочется, что вы есть. У них такие пытания были. Что вами рухая? какая ваша мотивация? скажем, что когда хата брата горит, мы побежим и тушить, мы не будем стоять побольше. Это наша самая главная мотивация. И если посмотреть на всю историю воин. В общем, эти ребята на самом деле с ведрами приехали, черпали воду и тушили хаты в АТО. 100%. Это пожарные. Но пожарные приехали в Украину на волонтерских основах тушить пожары, помогать. Украина из Московии, Беларусь из Московии. Ребята, смотрите, националисты под видом вот этих мирных митингов, вот таких вот мирных митингов. Друзья, мир, любовь и независимость. Мир, любовь и независимость. Мир, любовь и независимость, да, а тут они готовы воевать с Москвой. Как вы думаете, если националисты придут к власти в Беларуси, где начнется боевые действия? Вот где они начнутся? В Украине где начались боевые действия, когда националисты стали с макелами ходить и пришли к власти? Где же они начались? А, да, собственно, потеряли Крым, Донбасс, Луганск. Конечно же, в Беларуси не будет боевых действий, если националисты придут. Националисты уже воюют и уже говорят про войну с Россией. стане видовочным. Кто есть тут правы, а кто есть тут неправы. Вы все тут, навод не требовало таких питаний на во что вы тут, на во что, это же вы же белорусы, это же не ваша война. Это вот часто мне кажут такое. Неправильно, это наша война. Видите, это ваша война. Вот они, националисты, придут к власти и ваша война будет в Беларуси. Под вот такие интересные возгласы. Приходите на выборы, только 9 августа. И голосуйте за меня, Светлану Тихановскую. Она устроит вам гражданскую войну, разруху, обнищание и смерти. с красивым сердечком, с жатым кулаком и националистами с татуировкой СС, с избиением милиции и людей, не согласных с позицией националистов. Давайте еще. Вот, собственно, какую Беларусь они хотят создать. Поэтому делайте выбор, белорусы, думайте своей головой. А если уж вы хотите помереть, отправляйтесь в Сомали или купите себе домик в АТО. Ну и под конец хочу показать вам, как завершается это преддверие. Преддверие развала и гражданской войны в Беларуси. Смотрите. С телефончиками машут люди сердечки, шарики, сердечки и флаги, собственно, с рыцарями замахивающимся мечом, символиков с кулаком, а не мирные. Я вот, я вот верю мирные. Вот. Это наш огульный ворох. История это доказала. Тому я здесь, там у хлопца так само разом со мной здесь. И мы приехали, и тому мы зарасте все бороним вас. Видите? Вот так вот. Обороняют они ведрами с водой. закрываем. А вот это, это колесо, ну блин, настоящий просто гандиец. Смотришь, и Ганди, конечно, последователь, верный. Тоже националист. Вот так вот. Ну и заканчиваем Беларусью, будущим с националистами. Вот эти картинки, это вообще замечательно. Вы можете увидеть, какая будет Беларусь с бел-червоно-белыми. Вот сразу после вот этих взмахов телефончиками мирных. Отлично смотрятся, ребята. С абсолютно-абсолютно надувными автоматами и пистолетами, стреляющими водой. Класс. Я не знаю, почему Александр Григорьевич на самом деле настолько по-доброму относится к националистам, потому что вот такие задержания, ведь им выпишут админ штрафы, какие-то админ протоколы составят арестом, будут сидеть сколько-то, 10 суток, 20, но ведь они не изменятся никогда. Эти люди массово хотят уничтожить собственную страну. Они это знают и сознательно врут. Поэтому я надеюсь, что Беларусь и большинство беларусов сделают правильные выборы и, конечно же, исключат националистов, но и вот такое вот с ними обращение на самом деле это просто откладывание в долгий ящик реальных проблем. Их с ними нужно решать серьезно вопросы, потому что сейчас пока у них вот такие проблемы, они устраивают вот такие заварушки, и у них ничего не получается, но ведь этот вопрос не решается, ведь этот вопрос не решается, он хронический, А его нужно решать, потому что эти люди хотят горя для Беларуси. Ну что, на этом все. Только победа, товарищи, и делайте правильный выбор.